Цветы можно принимать, а можно дарить. Можно наслаждаться их красотой. А еще рисовать или вышивать цветы. Сирень, ирисы, флоксы, ромашки, незабудки на холстах и на ткани. В Доме музея Пророкова в сезон февральских вьюг открылась выставка «Не покидай меня, весна». Мы хотели, у нас и была задумка, чтобы именно в преддверии весны, в предчувствии весны, когда зима заканчивается, когда люди уже устали от морозов, холодов, от белого снега, все-таки тоже устается, когда один белый цвет. Хочется солнца, хочется красок, цветов. Вот в преддверии весны, в предчувствии весны мы и делаем эту выставку. А дарят эти цветы ивановцам женщины, главные ценители прекрасного. Десять авторов предоставили музею свои работы. Здесь живопись, графика, батик, гобелен, вышивка. Мастерицы уверены, люди устали не только от холодов, но и от плохих новостей. По телевизору, в газетах, в интернете. Душа потянулась к прекрасному, к искусству. Может быть, надо помочь немножко художникам, которые, знаете, у которых сейчас несколько странная миссия. Они-то вроде бы никому не нужны, а они приходят домой и начинают работать. Кроме основной добычи, они еще сидят и творят, для того, чтобы другим стало немножко теплее. Поэтому поддержите нас, приходите в музеи. Ну что ж, только Москва, что ли, живет искусством. А еще вовлекать в искусство нужно молодых авторов. Точнее, они есть, но подвинуть метров не всегда получается. Анна Емельянова типичный представитель нового поколения. На каждую работу у нее ушло около полугода. Однако вышивка сейчас у публики спросом не пользуется. И такие изящные в своем исполнении работы пылятся дома. Эта выставка едва ли не единственный шанс показать их зрителю. То, что вышит иглой, это людям мало понятно. Это вроде, ну, как такое, вроде ты, что можно изобразить ниткой. А на самом деле с помощью оттенков, разных оттенков ниток можно передать и такую глубину, как и с помощью красок. До начала весны остался месяц. До первых цветов как минимум три. Выставка в доме музея Пророкова будет работать до конца февраля. Стоит ли отказывать себе в прекрасном сейчас? Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.